Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня 14 января. Мы попрощались с Старым Годом, и к нам пришел Новый Год. Кстати, я поздравляю вас с Новым Годом. Сегодня я встала с кровати, и я увидела на ёлке надпись, которой вчера не было. Привет, Милана! Я вчера приходил, но стишок ты мне не рассказала. Я немного обиделся и решил устроить тебе квест с загадки. Угадаешь, найдешь свой подарочек. Нет, сама виновата. Итак, первая загадка. Две зеленая вода. Это приклеено сзади. Я когда пришла в ванную, потому что у нас там много зеленого, много зеленой воды, вначале я посмотрела под ванной. Там нету. Потом под замылом. Вот подняла мыло, там не было. Потом я вспомнила, что в туалете у нас тоже течет зеленая вода. Я посмотрела внизу, не было. Наверху нашла. Следующее. Вот здесь скотч, потому что вот так висела надпись. Молодец! Угадала! Загадка вторая. Чем можно светить ночью? Отгадаешь? И возьмешь подарочек. Вот фонарик. Вот, смотрите, я вот так искала, не нашла никак. Я рассмотрела вот так, даже вот так, переворачивала, смотрела, не нашла. Но потом весь откинчил, что у меня фонарик. И там был следующий, следующий, следующий листочек. Угадала. Но подарочек, но по подарочкам была шутка. Еще дальше загадка третья. Чем мама греет еду. Я посмотрела под кастрюлями, потому что там как бы тоже можно. Там не было. В кастрюлях не было. Я даже в чайнике посмотрела. Но там тоже не было. Потом, у нас же есть еще микроволновка. Я ее открыла. И там был следующий листочек. Привет! Мне понравилось, как ты быстро все находишь. Давай еще поиграем. Да, особенно очень холодно. Всегда в квартире. И это лежит на нижней полке. Я пошла, когда в прихожую. В общем, в прихожей вообще ужас. Я не нашла. Я посмотрела, там у нас кастрюля есть. Я посмотрела, там нету. А то, что еще у нас холодное есть, подумала. Холодильник. Холодильник посмотрел, нет. Я банку отодвинула, не нашла. Подняла кастрюлю, не нашла. Там еще у нас чашка с молоком стоит. Я подняла, не нашла. Но потом, в этот красный коврик, я его подняла и нашла следующую бумажку. Что-то ты долго думала. Устала? Но я все еще обижена тебе. Расскажи стишок папе про Новый год. И под подушкой у него подарочек. Вы спросите ли, да? Я рассказала папе стишок. Сейчас я его расскажу. Борис заходы. Дедушка Мороз. Улицы гуляют, Дедушка Мороз. И не собирает по ветвям берез. Ходит бородою белую трясет. Топает ногами, только треск идет. Дальше. И мы нашли вот так. Вместо подарки мы нашли вот такой листочек. Ага, неправильно прочла последнюю срочку задания. Я там спросила у тебя, у папы, или под подушкой твой подарок. Конечно, это не так. А где же он? Он там, где спят трое твоих самых любимых людей. Самые любимые люди, это считается как мой папа, моя мама и мой младший брат Светослав. Под тем, на чем они спят, он точно там лежит. И знай, все желания всегда сбываются, если веришь в них сильно. Я думала, что у них под подушкой, но нет. Потом я посмотрела, а за кроватью не было. А под кроватью я нашла. И это оказались новые часы. Потому что старые часы. Я их разбила еще. Ну, они работали. И вот эта кнопка, чтобы отвечать не работала. Вот эта штучка оторвалась. Вот эта оторвалась. А вот эти новые часы, они очень яркие. Все нормально, все починято. Очень классные часы. И вот здесь, и даже здесь очень они мягкие. Даже мягче, чем были. Возьми, Баденышко Мороз. А еще Дед Мороз мне подарил вот такой будильник. Я теперь сама могу вставать в школу. Давайте поставим наш будильник на метр. Ставь лайк, если тебе понравилось мое видео. Или дизлак, если не понравилось мое видео. Подпишись на мой канал, ты еще увидишь много интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok